Ушли от старины, убрали деревянный приклад, оборудовали все энергоничным прочным пластиком. На значение все осталось то же самое. То есть ничего не поменялось. Надежный, верный товарищ, сотрудник и вооруженных сил, будем так говорить. Речь идет об автомате Калашникова. И это не единственный интересный атрибут, с которым смогли познакомиться ребята. Огнестрельное оружие им не позволили взять в руки, а вот предметы личной защиты примерили. Алексей Додатко учится на юриста и планирует после окончания вуза работать в правоохранительных органах. Он говорит, что для него акция «Студенческий десант» особенно интересна. Можно гораздо больше узнать о профессии полицейского. Пропатрулировать с сотрудниками, допустим, окрестности города, пропатрулировать с сотрудниками ГИБДД где-то на их точке – это большой опыт, это интересно очень. Мы увидели изнутри всю суть работы полиции, как они работают, их атрибутику работают, это очень понравилось и, конечно, с этим хочется работать. Будущие юристы познакомились с разными видами вооружения, которыми располагают современные полицейские. Студенты узнали, в чем заключаются функции служебных собак. Ребятам показали и технику, специализированные автомобили и даже бронетранспортер. Самые любопытные смогли забраться внутрь боевой машины и прокатиться на ней. Организаторы акции уверены, что это отличное средство профориентации. Беседы и лекции, которые получают студенты в вузах – это одно, но когда они знакомятся именно на практике с работой сотрудника полиции, сталкиваются с трудовыми буднями полицейского, это дает возможность оценить именно работу полицейского каждый день. Подобные акции проходят ежегодно по всей стране. В Армавире участниками краткосрочной стажировки станут не только студенты, но и старшеклассники. Акция продлится с 19 по 25 января. Влада Волошина, Евгений Халманский, служба информации телеканала РЕН-ТВ, Армавир.